Всем привет, ребята! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван. Сегодня у нас 35 мм 1.4 DG Sigma Art для Canon. И у нас проблемы есть с этим аппаратом. Во-первых, видите, здесь не хватает деталей. Вот такая вот часть здесь. То есть аппарат разобрали, попытались самостоятельно починить, но все пошло не по плану. В результате были надорваны шлейфы. И по факту сейчас этот объектив просто собран в том виде, в каком он есть. Сейчас я разберу, посмотрю, что испорчено и как. Субтитры сделал DimaTorzok Имеем мы поврежденный блок диафрагмы. У нас имеется сломана шестерня. И также мы имеем вот что. Разрыв шлейфа за счет того, что зажат был вот в этой части. И переломлен просто на две части шлейфа. Эту часть нужно бы, конечно, восстановить. Итак, датчик мы успешно восстановили. Соединение есть. Шлейф восстановлен. Можно спокойно им пользоваться. И нам необходимо сейчас решить вопрос вот с этой штукой. Здесь мы видим, что шестеренка полностью выскакивает. Все, улетела. Ну и меняем мы такие пластиковые шестерни на латунные. И латунные шестерни уже непосредственно приходят нам. Готовые для Sigma от MH Official Storm. В работе добавляются еще дополнительные действия. Необходимо усадить резинку. Для этого мы используем ацетон. Вот. И после того, как она размягчится, высушим. И попросили еще вот от этого пестрого, взбитого. Вот красочка взбита, видите. Надо ее и, короче, подкрасить здесь и вот здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, объектив полностью собран. Сейчас я вижу, что резинка еще пока не уселась. Ну вот части, которые были весьма-весьма повреждены, выглядят уже намного лучше. Потому что здесь еще имеют место быть вот такие потертости на поверхности вот этой пластиковой части. Но объектив вообще в целом был в не очень хорошем виде. Некоторые места вообще были коричневого цвета от того, что загрязнено было настолько. Ну и теперь самое главное это включить аппарат. К объектив подключить фотоаппарату, посмотреть как работает. Первое, на что я смотрю, это, конечно же, пробег мотора. Мотор вижу, что бегает не быстро. Ну и, собственно, для 35 мм это довольно частая история. Но он работает. Теперь по фокусировке. Так как у нас был оборван шлейф датчика фокуса, то, соответственно, есть вероятность, что он не работает. Давайте проверим. Давайте посмотрим. Сейчас сделаю прям при вас кадр. Оп, сфокусировался. И четко туда, куда надо. Сейчас проверю поля, прошивку. И после этого можно уже переходить к завершительной части. Ну и по факту нам необходимо, конечно же, проверить диафрагму. Мы увидим, что 16 диафрагма отрабатана без проблем. Каждое нажатие соответствует размеру диафрагмы. Это очень важно, потому что если даже немножечко диафрагма будет отличаться, то у нас будет ошибка 0.1, ну, как правило, на беззеркальных камерах. Редко, когда бывает такая история, что ошибка 0.1 при неправильном закрытии диафрагмы на беззеркалках. Ой, на зеркалках. Но на беззеркалках это очень чувствительно и часто выпадает в ошибку. Видим, ошибки у нас никакой нет. С этой шестеренкой мотор уже работает вечно. Никаких проблем не возникает. Резинка у нас восстановится спустя сутки и будет уже в размере этого объектива. В целом, внешнее состояние намного стало лучше, чем то, что было. Осталось, конечно, сделать, посмотреть, что у нас там по осям на бесконечности. И, конечно же, прошивку посмотреть, нужно ли ее обновить. Как я подключил к док-станции Sigma объектив, сейчас происходит инициализация, после чего у нас он скажет, доступна новая прошивка. Давайте дообновим. А что у нас по старой-то есть информация? Старая у нас 1.01, полная информация. У нас сейчас-то, наверное, 1.04 какая-нибудь, да? Я уж не помню, какая она не должна быть. Итак, и что мы имеем? Вот 1.01. И дальше шло, шло, шло. И вот к чему пришло. То есть у нас столько, оказывается, обновлений было уже 2.02. Давайте обновим на последний. Ну вот и все. Одним нажатием клавиши мы, по сути, сделали, исправили кучу багов на этом объективе, которые были вложены тот создателем и исправлены после. Сейчас он загрузится, и у нас будет ошибка. Ой, ошибка. У нас версия 2.02. Все. Так, нацепляем. Нормально, кстати. Есть ощущение, как будто чуть-чуть быстрее фокус стал. Отлично. Итак, проверил бесконечность, проверил углы. Все в порядке. На этом можно не заострять внимание. А вот что касается резинки, тут стоит заострить внимание, что оно только через сутки встанет на свое место. Поэтому ждем сутки, и только потом уже, после того, как встанет, оно отправляем. Объектив приведен в порядок. С вами был Иван, канал Digital Shaman. Всем пока.